Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей и добро пожаловать на электро летсплей после Роллкрафта. Сегодня у нас уже третья серия и я долго раздумал чем нам сегодня позаниматься, я придумал достаточно интересную идею. Сегодня мы с вами будем сделаем два коровника. Это у нас будет такие два загона, которые у нас будут стоять рядом, они у нас будут построены рядом и загоним мы одну стаю коров, которая у нас где-то здесь расположена и которая где-то вот тут тоже, мы их поищем. Потому что когда я были в первой и второй серии, я здесь ходил, то видел здесь коров. Давайте добудем немножко дерева, потому что нам дерево пригодится. Кстати, вот тут я уже кое-что вижу. Вот у нас как раз поваленные деревья есть, мы их и добудем. Если у нас сегодня останется еще время, хотя мне кажется вряд ли, потому что коровники мы с вами будем немножко долго строить и нам надо будет еще этих коров загнать. Но это будет достаточно интересное дело. Я делаю эти загоны специально не для того, чтобы убить там коров, то есть они размножались и потом их убивал, но для того, чтобы добыть молоко. Это я вам тоже сегодня покажу, чтобы вы знали, как добывать молоко. Так, здесь у нас что-то интересное было где-то здесь, прям какая-то яма такая. Да, смотрите, у нас тут пещерка есть. Фу-е! Фух! Вот сейчас я реально, ребят, прям в штаны наложу. Это было немножко страшно, пугающе. У нас еще здесь пещера. Смотрите, у нас здесь какой ряд пещер. Так, давайте еще какое-нибудь поваленное дерево сломаем. Кстати, мы уже замерзать. Ой-ё-моё! Нас чуть молния не ударила, понимаете? Нас чуть молния не ударила. Сейчас, кстати, гроза началась. Я тут немножко поспал и опять это гроза. Поэтому я ошибался, что у нас здесь нет пещер. Надо будет как-нибудь из одной из серий так в быстром, то есть, ускорить видео и посмотреть, что здесь у нас расположено. Вот мы здесь замерзать начинаем. Нам пишут, что здесь сейчас холодно. Хотя мы находимся в теплом биоме. Но когда у нас начинается дождь, нам становится всегда холоднее. Так, сейчас секундочку. Так, ой-ой. Да, вот так вот. Help. Сейчас зайдем сюда. Да, это у нас книжка с крафтами, со всеми крафтами. Так, мне нужно сейчас сделать одну штуку. Это заборчик. Нет, это не то. Не то, не то, не то. Где-то здесь вот он, заборчик. Как у нас здесь? Так вот палочки. А вот это у нас как? Угу. Вот так вот. Понятно. Я запомнил крафт. Теперь давайте скрафтим дерево побольше. Вот так вот. Теперь мы это так вот сделаем. Так, все отлично. Делаем теперь вот это вот немножко по-дебильному. То, что я не могу нормально скрафтить. То есть приходится вот такими щелчками потихонечку вот так вот тыкать. Вот на стольчика. Потом еще вот так вот. Вот так вот. Посмотрите сколько заборов все получилось. Лол. Я сколько... Сколько я потратил древесины? Всего 14 заборов. Ну это очень печально довольно-таки. Сейчас еще сделаем. Это муторное такое немножко занятие. Но то, что мы сегодня будем делать, это стоит. Это стоит. Достаточно интересно у нас сегодня занятие сделать коровник. Так, очень мне опять хотелось записать летсплей. У меня такое дикое желание опять же. Не знаю почему, но мне реально хочется записывать. Это все записывать, записывать и записывать. Ну давай уже крафтим все. Все, наконец-то, да. По-моему несколько минут мы крафтили, кстати, у нас закончилось это все. Возьмем, сделаем мы лопату. У нас здесь есть железо. Сделаем железную лопату. Не жалеем. Это мы сложим пока вот эти ресурсы в сундук. Потому что они мне вообще не нужны сейчас. Полностью не нужны. Вот это, вот это и вот это. Где я хочу сделать коровник? Ну, я хочу сделать коровник, вот, коровник где-то здесь. Выроем небольшую яму, где-то 5 на 5, так примерно. У нас здесь, кстати, есть вот эти вот штуки. Но, хотя, тут опасно, очень опасно. Здесь и волки. Смотрите, сколько здесь всех обитателей тут. Да, вот это действительно загадка. Я где-то здесь хотел сделать. Короче, тут немножко подумал. Давайте сделаем вот на этом месте. Сделаем тут вот. У нас оружие с собой... Нет, у нас оружия нет, ну ладно. Сделаем 5 на 5 яму такую. Так, тут 3, 4 и 5. Хотя, даже она довольно-таки маленькая. Вот тут так вот сделаем примерно. Выкопаем яму. Так, 3. Так, сколько у нас здесь? Здесь у нас, по-моему, 7. 3, 3, 3. Нет, тут даже 8. Ладно, не будем делать её прям квадратной. Конечно, не очень хорошее место. Здесь очень много всяких хищников. Надо будет как-нибудь огородить. Естественно, это всё сделаем. Пока что наш коровник будет просто за годом. Который не будет ничего делать. Но потом мы сделаем полуавтоматическим это всё делаем. Это всё будет в будущем. Опять же, я всё так обещаю, обещаю. Очень долго копает наша лопата. У меня вот это тоже напрягает. Тоже напрягает. У нас вроде бы тут есть два стада. Это северные и южные. Или северные и северные. Северные стадо это у нас, ну, можно сказать, чёрные. Потому что там коровы чёрные. Вот так вот. Теперь тут нужно немножко сделать вот так вот. Ага. Теперь сейчас нужно вот тут вот достаточно опасное место. Но так плохо сделали. Надо бы здесь вот так вот. Надо два блока ещё и тоже сделать. И желательно ещё бы вот это вот дерево срубить, которое у нас тут вот. Потому что оно очень мешает. И это я хочу обратить на это внимание, что это только первый загон. То есть нужно ещё сделать где-то здесь же ещё второй закон. И потом ещё коров перегнать в него. Вот где-то вот так вот. У нас здесь по земле, да, дерево. Давайте его тоже быстренько срубим. Оно просто нам мешает, к сожалению. Я бы стопроцентно бы дерево рубил. То есть я бы добывал дерево из поваленных вот этих вот брёвен. Но в данном случае мне просто мешает дерево. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Вот это печально. Вот это очень печально. Вот это очень, ребят, печально. То, что сейчас придётся добывать руками. Хотя тут осталось чуть-чуть. И причём надо бы ещё бы листу убрать. Дорогие друзья, пока я тут убирал дерево, скорее всего, либо я вырежу этот момент, либо я его как-то ускорю. Потому что очень долго это дело было. Кстати, наступил уже даже вечер. Пока я вот это всё ломал, по-моему, наше стадо уже успели убить. Потому что там я слышал, как коровы мычали, как волки там были. Или волик. Тьфу-ты, ладно. Всегда заговариваю с этим словом. В общем, что-то очень плохое случилось с тем стадом. Не знаю, что будет. Поэтому давайте сейчас поспим и продолжим наше строительство. А потом уже посмотрим, что с нашими коровами. Кстати, давайте поедим. Потому что чувак хочет есть. Побежали, побежали дальше строить. Надо как можно быстрее строить. Вот целый день, считайте, я просто вырывал эту яму. То есть я вырвал эту яму и сломал лишь одно дерево. И вот что получилось. Значит, какая технология у нас будет? А, у нас фиговая технология будет. Ну вот, теперь другое дело. У нас есть забор, который я нечаянно выкинул. Тут немножко хп себе снял. В общем, будет такая вот технология. Ну что мы делаем? Что мы делаем? Так, секундочку, надо понять. Мы делаем вот такой вот здесь столбик. Хотя я вроде бы не так делаю сейчас. Ну-ка, блин, всё-таки плохо без топора сейчас это всё делать. По идее, мы можем перелезть. Да, мы можем перелезть. Поэтому нужно сделать... Нет, я не здесь всё-таки делаю. Нужно сделать забор именно вот тут вот сбоку. Вот так вот сделаем. Сделаем вот так вот. А потом на неё поставим блок. На этот забор сам поставим блок земли. Так, вот так, 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 так. Этот заборчик нужно сломать. Потому что он нам совершенно не нужен. И всё-таки у меня очень плохое чувство, будто наших коров действительно там очень хорошо поубивали. Ну, это достаточно интересно, что животные нападают на друг друга. И, то есть, нужно их остерегаться. Нужно делать специальные загоны. Нужно остерегаться этих животных. Защищать их. Иначе они погибнут, кстати. У нас забор-то и ушёл весь. Сколько мы древесины добыли. Хотя так и не особо много. Вот, как-то вот эта вот технология называется. Я её буду называть Таньсань. Китайская технология забора. Я её придумал сам. И уже, походу, эта технология сейчас не будет работать. Возможно. А может и будет. Вот, по идее, мы делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Нет, всё-таки она работает. Фух, я аж испугался. Делаем вот так вот. И вот так вот, так вот покрываем потихонечку весь этот наш загон. Надо будет где-нибудь сейчас сделать вход, чтобы, ну, можно было хотя бы коров туда запихнуть. Надеюсь, что наши животные, возможно, перепрыгнут всё-таки. Возможно, они всё-таки перепрыгнут. Потому что, смотрите, если делать так, то это достаточно легко. Поэтому давайте сделаем номер, можно сказать, грязевую стену номер 2. Сейчас сделаем её повыше. Я планировал сделать 2 блока, но, к сожалению, здесь такая территория, что не очень удобно строить вот этот коровник. Не знаю, даже получится ли второй сейчас построить. Так, вот так вот и выглядит наш коровник. Теперь нужно сделать вход. Пусть у нас вот это будет вход такой. Мне нужно сделать вот 2 блока, иначе... Животные просто не пролезут. Вот так пока огородим. И сейчас мы пойдёмте... Кстати, смотрите, у нас... У нас... Да, у нас, смотрите, у нас, походу, всё уже... Оптоптал лев. У нас... Вот он наш. Хлопок созрел. И вот там ещё созревает вроде бы. Или, может, не созревает. Не знаю, созрел или нет. Не помню уже. Всё равно там нужна селитра, чтобы выращивать растение. Без неё очень тяжело будет выращивать. Да её практически невозможно. Она у вас просто будет как дикая вырастет. И вы не сможете поесть. Очень реально здесь крутой прям спуск. Уже 14 минут снимаю. Хотя у вас, наверное, будет гораздо меньше. Потому что я уверен, что я много чего вырежу. Всё хочу сделать в этой серии. Но мне не позволяет вот эта вот гора, которая здесь есть. Так, опять заходим в нашу книгу рецептов. На этот раз нам нужно зайти в Tools инструменты. И сделать один очень хороший инструмент. Я, правда, не помню, как он работает. Но сейчас вы поймёте. Нет, не здесь, походу. Неудобно мышкой. Вот. Вот это вот. Свисток. Ага, вот так вот. Галочка такой. Берём наше железо, которое у нас даже здесь есть. Делаем вот такую штуку. Это свисток. Вроде бы он призывает стадо. То есть, если мы свистнем... А свистнуть можно правой кнопкой мыши. Но я не буду это делать, потому что он очень быстро у нас сломается. У нас здесь есть вот эти вот три квадратика зелёных, которые используются. Поэтому, если мы их будем часто использовать, то мы сломаем. Теперь нужно найти стадо. Нужно найти стадо. Вот наши здесь львы. Вот одна корова. Вижу её. И... Чё, всё, что ли? Нет, вон ещё одна корова. Вот, вот, вот стадо. Так. Ну что, проверяем наш свисток. Ой-ёй. Нет, нет. Он всё-таки не работает. То есть, он отталкивает наоборот. Но сейчас мы попробуем соблазнить их чем-то другим. Вот такая вот технология называется Траф Вань. Китайская технология, при которой мы пытаемся как-то привлечь наших коров. Ту корову мы не будем трогать, потому что это совершенно другое стадо. Но это стадо, оно большое, я вам скажу. Оно огромное. Оно состоит из, вон сколько, три коровы и два быка. Быки у нас здесь будут защищать. Там та корова отделилась. Вот это вот реально очень печально. Вот таким вот способом. У нас здесь, кстати, койот вроде были, как он там называется. Нужно сюда везти подальше от хищников. Давай сюда. Нужно обязательно привлекать стадо, чтобы все не отделились друг от друга. Так, давай-давай. Бежали. Побежали. Их не нужно кормить. Их нужно именно везти. Таким способом. Можно свистком, чтобы они... Но если я посвящу, они побегут в совершенно другую сторону. Вот это мне есть минус. А если свисток использовать как для лошадей, то они как раз прибегут. Так, слушайте, а где моё... А, вот-вот. Отлично. Так, сейчас нужно коров всех сюда. Нужно сюда вот идти. Ой, здесь лев. Это очень... Кстати, смотрите, наши тыквы созрели. Наши тыковки созрели. Так, вот наши коровы тупят. Я даже не знаю, как... Наверное, здесь привести. Но здесь, видите, как очень плохо. Наш ломаем. Так, она уже есть начала. Там, по-моему, одна корова заблудилась. Но сейчас мы её постараемся привлечь нашей вкусной травкой. Так, вот сюда вот нам нужно загнать. Вот сюда вот всё. Пусть они сюда бегут. Почему я отделяю садо отдельно? Потому что даже вот если смотреть вот на вот эту коробку, на этот загон, то для вот всех этих коров очень маленький загон. Очень маленький. Так, давайте сюда. Пацаны, пацаны, травка. Так, одна корова есть. Одна корова это хорошо уже. Всё. Сейчас будем завлекать других. Кстати, знаете, надо как сделать. Надо сделать вот так вот. Это для того, чтобы коровы не смогли подняться обратно. Если они захотят есть, то они сюда уже... То есть они обратно туда не прибегут. Давай-давай, коровка, коровка, давай-давай ко мне. Отлично, всё. Так, есть. Давай, бычок. Бычок, давай ко мне. Всё, отлично. Мы это сделали. Осталось найти оставшихся коров. Тут ещё вроде бы две. Вот наш ещё один бык. Там было три коровы и один бык. О, у нас, кстати, темнота началась. То есть уже темнеть ничего. Надо будет, кстати... Ой-ёй, как она это сделала? Как она это сделала? Давайте туда-туда-туда. Туда-сюда-сюда. Вот это очень печально, то, что всё-таки технология, как она там называется, не помню уже. Короче, какая-то китайская технология, которую я рандомно придумал. Давай, бычок, бычок, бычок. Ой-ой, сейчас сажу травку. Давай-давай-давай-давай. Ко мне-ко мне. Всё, отлично. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Сейчас темно будет Уже темно, вообще ничего не вижу Хоть я ярко сегодня экраны сделал Очень ярко Давай, давай, ко мне, коровка Она бежит Так Давай Иди ко мне, иди ко мне, миленькая Давай сюда Она перелезет, интересно Коровка, коровка, куда ты, куда Куда, куда Коровка, коровка, иди ко мне, пожалуйста Не хочет она никак идти Давай, 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 давай Давай, чуть-чуть, чуть-чуть Да, всё, ребят, всё у нас получилось Можно поздравить Так, пусть сделаем вот так вот Наверное На следующий день Займёмся обустройкой То есть здесь защитим как можно Больше, сделаем защиту У нас уже, кстати, начинают они агриться, животные Но мы их загнали Надеюсь, что они не умрут Но мы сейчас, естественно, защиту сделаем Хорошую защиту Чтобы нас Чтобы этих Эта стада не смогли убить Но, наверное, скорее всего В следующей серии уже То есть в следующей серии у нас получится Построить второй коровник Потому что сколько я времени убил На этот первый Да, жалко, что нельзя Тут каких-то собак приручить Чтобы они могли защищать Эта стада Вот это реально очень печально Что сейчас нам нужно сделать Это я хочу сделать Себе топорик новый Скорее всего, железный Потому что он Очень хорошо будет помогать Рубить мне Сейчас кое-какую одну штуку Мы с вами сломаем И еще нам что нужно сделать Нам еще нужно факела сделать У нас угля есть еще немножко Ой-ой-ой У нас снова забился весь инвентарь Сейчас мы его быстренько почистим Быстренько почистим Паучки нет Оставим Это оставим И возьмем немножко угля Стольчика сделаем Четыре факела, я думаю, пока будет достаточно Сейчас давайте сходим в одно место Очень достаточно хорош Эта вот ловушка Почему я в нее иду? Потому что, возможно, в ней будут шипы Которые очень будут полезны Если мы их поставим рядом Именно с коровником Потому что животные, которые начнут агриться Они будут, возможно, на эти шипы вставать Хотя вряд ли И так могут умереть Но это будет, естественно, очень хорошо Так, нет, к сожалению, здесь нет шипов Это очень печально Это очень печально Так, что же мне поделать тогда Вот тут вот тоже, смотрите, видите Тут баг какой-то Это именно на Windows То есть на Windows версии Такой вот баг Они, кстати, нет У нас здесь тоже нету Что я за везучий такой человек Кавычка Здесь тоже нету Это тоже очень печально Так, главное, мне здесь не провалиться Тогда пойдемте в коровник Не знаю, слышите вы или нет Сейчас у меня очень сильно ветер Потому что я снова беседки снимаю Я люблю беседки снимать Здесь у нас тоже прохладный достаточно биом Котыков Тыков Не будем трогать Потому что они очень полезные Но пусть растут все Растут, ничего с ними не случится Здесь у нас Удаем Сейчас будет самым дебильным Если сейчас я приду Такой и коров всех поубивали Ну Я хорошо оградил Потому что, как я говорил Через забор можно перепрыгнуть Это очень плохо Вот Где-то здесь наш коровник Очень все застроено Смотрим Нет, коров слышно Значит, они еще живы Да, они живы Это очень хорошо Давайте займемся Освещением Займемся освещением Осветим немножко Чтобы здесь другие животные Не спавнились Потому что такое тоже Очень Такое тоже может быть Четыре стороны Поставим Покела Все затоптали Там ничего не растет Очень плохо Вот так вот И еще один Где-нибудь Вот здесь Вот Так вот Вот так вот Мы, получается Построили коровник Теперь давайте Сделаем последнюю Сделаем последнюю Вещи И закончим на этом серию И в следующей серии Наверное, еще Построим один коровник Наверное, тоже у нас Займет где-то Такое же Такое же количество времени Так, давай прыгай, прыгай, прыгай Очень это утомительно Хоть я и кажется И снимаю по 20 минут Но я сейчас стараюсь 25 минутам Это все близко Чтобы Как можно больше Времени Это все занимало Сейчас я вам Хочу Продемонстрировать Как можно Добыть молоко Во-первых, мы берем Малахит Это у нас Карбонат меди Если кто шарит Это у нас Такая штука Чтобы из Короче Из этой фигни Мы можем получить Вот такой слиток Меди Это у нас Карбонат меди А это сама медь Из нее мы с вами Сейчас сделаем Одну очень полезную вещь Вы, возможно, ее Знаете Здесь Именно из-за меди Нужно делать Делать так Так И вот так Кстати Если сделать Вот так То мы уже Получим Провода То есть мы уже То есть вот Обычные Электрические провода И мы можем Уже по сути Заниматься Электричеством Но это пока еще Все-таки Еще рано Нужно Хоть какое-то Хозяйство Сделать Чтобы можно было Там нормально Пропитание Делать Чтобы можно было Нормальные ресурсы Добывать И так далее В общем Мы Добыли Точнее сделали Обычное Ведро Из меди Не знаю Как это правильно Назвать Медийное ведро Или Ведро Короче Из меди И с помощью Этого ведра Мы сможем Сейчас добыть Молоко Это делается Очень легко Во-первых Нам для этого Пригодится Именно корова Либо вот такая Вот Черная Либо серая То есть Это у нас Северное стадо И есть еще Южное Которую мы Тоже в следующей серии Постараемся где-то Здесь разместить В общем Нам нужно Тыкнуть на корову Правой кнопкой мыши Но при этом Нас быки Агресси Могут нас убить Так Делаем Мы Вот так вот И Все Погодите Так Секундочку И прибавляет Это нам Всего лишь Один Одну сытость Вот Все Мы добыли По всем коровам У нас Нету Они больше Нам не хотят Давать молоко Таким способом Мы можем Добывать Молоко И это Очень-очень Хорошо Поэтому Вот так Сейчас сделаем Поэтому Если вы Не знали Как добывать Молоко То вот вам Хороший способ Сейчас мы их Немножко покормим Да Они все-таки Едят Все Пусть едят Ну и Закончим На эту серию То есть У нас Получилась Вот такая Такая вот Коровня Я сейчас Как-то по-другому Назову Что-то сейчас Коровню Называю Уже забыл Как это слово Называется В общем Опять я в общем Говорю много Сделали мы Коровник Очень долго Мы его делали Очень долго Я из этих Пошел Показал Как вам Как добыть Молоко Надеюсь Я вам помог И Давайте на этом Закончим Если вам понравился Сегодняшний Летсплей Как мы сделали Коровник В Сиролкрафте Как мы Построили его Как мы Обустроили его Немножко Как мы добыли Молоко То обязательно Подписывайтесь На мой канал Оценивайте Этот видеоролик И оставляйте Свои положительные Комментарии Ну или Какие-нибудь другие А с Молодей Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok